Бюджет Самары на 2023 и плановый период 2024-2025 годов сохранит свою социальную направленность. Документ рассмотрели и приняли депутаты Городской думы на очередном заседании при участии главы города Елены Лапушкиной. В главный финансовый документ заложено софинансирование нацпроектов, федеральных и региональных программ, проектов по строительству и ремонту образовательных, спортивных учреждений, дорожной и коммунальной инфраструктуры. 50% у нас направлено в социальную политику. Конечно, для нас приоритетными задачами остается и выплата заработной платы, выплата социальных пособий. Несмотря на все сложности, с которыми мы с вами столкнулись в следующем году, мы продолжим работу по расселению людей из аварийного фонда в рамках национального проекта. Вы сами слышали, какие беспрецедентные суммы нам выделяются, и заложено наше софинансирование очень серьезное. Хочу в вашем присутствии поблагодарить нашего губернатора за то, что такие средства нам перечисляются. Мы с вами продолжаем строить детские сады, так, например, в промышленном районе на 240 мест. При поддержке правительства Самарской области в следующем году закупается 12 односекционных вагонов для нашего предприятия ТТУ. В следующем году продолжится ремонт школьных столовых, сохранятся темпы расселения из аварийного жилья, продолжится благоустройство парков Молодежные, Воронежские озера и Ерик парка, обновится сквер Самарец. Продолжится строительство новых дорог, обновление городских магистралей, ремонт и строительство тротуаров. Мы говорим не о гипотетических планах, что вот когда-нибудь, наверное, будет, да, так сказать, сегодня мы видим изменения в уличной дорожной сети, да, так сказать, беспрецедентные миры за эти годы. У нас развязки появились в городе, да, так сказать, сначала на Московском шоссе, сегодня на улице Новосадовой, да, так сказать, дальше. За какие сроки это было построено, вот, дальше перспективы развития улицы 22 пара съезда, значит, начало Карла Маркса, да, так сказать, и многое другое. Дальше. Это комплексный подход к застройке. На плановый период ближайших лет бюджет приняли бездефицитным. Параметры бюджета на следующий год за счет собственных средств выше, чем стартовые показатели текущего года на 1 миллиард 80 миллионов рублей. Главным показателем бюджета наступающего года я считаю то, что по сравнению с первоначальным планом бюджета на 2022 год у нас есть прирост. Прирост составляет более миллиарда рублей, в процентном выражении порядка 6%, что свидетельствует о том, что, несмотря на все те процессы, которые происходят в экономике нашего государства, доходная часть бюджета, причем я хочу заострить внимание, что это собственные доходы бюджета без учета средств вышестоящих бюджетов, которые мы, безусловно, в течение года еще получим, собственные доходы и расходы бюджета приросли более чем на 6%. Это очень отрадная ситуация. Бюджет предусматривает средства для стабильной работы всех сфер городского хозяйства и соответствует скорректированной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Ее рассмотрели и утвердили на заседании Думы. До этого документ одобрили на заседании Стратегического совета. Напомним, стратегию утвердили в 2013 году, но в связи с изменившимися условиями и нормативно-правовой базой документ скорректировали и внесли актуальные изменения. Однако основными принципами, как и прежде, остались открытый диалог с людьми, опыт специалистов, инновационные идеи и опора на национальные проекты.